Семья Деменчук вовсю готовится к первому сентября. Собрать двух детей в школу не так-то просто, особенно если это девочки. Старшая Даша в этом году идет в шестой класс, а младшая Кира первоклассница. Мне очень нравится ходить по магазинам, покупать мне новую одежду. И уже школьная одежда у меня уже есть. И она мне очень нравится. Мы купили очень много юбок, всяких там рубашечек. И еще мы купили брюки с такой красивой блузкой. Она мне так нравится. Мне нравится ходить по магазинам, мне нравится выбирать все новые образы, какие-то новые вещи. Иногда я следую трендам в нашей школе, но иногда это не очень удобно или комфортно. Сейчас, например, какие-то зипки, это большая кофта на молнии. И вот сейчас как-то ходить в них вот прям по школе, как в мешке от картошки, не очень удобно. Чаще всего я выбираю сама, но прислушиваюсь к маминым советам. Например, вот недавно я хотела купить себе рубашку укороченную, но мама сказала, что это выглядит не очень красиво. Здравствуйте. Нам нужна школьная форма. Проходите, сейчас все подберем. По магазинам мама и дочки ходят вместе. Девочки на стоимость вещей внимания не обращают, а вот Анна видит еще как. У младшей ничего не было, и мы начали как бы, да, с нуля все это приобретать. А у Дашки у нее что-то осталось с прошлого года, и опять-таки она уже знает, в чем она ходит. У нее в приоритете пару брюк, рубашки оверсайз, черная-белая футболка. С ней все проще. Кеды главные. Мам, купи новые конверсы, и все, и кеды, и может, мне ничего не надо. Я заметила, что все, естественно, подорожало, и с каждым годом хорошая, качественная форма, она дорожает. И дорожает, ну как бы, ощутимо. Но, вы знаете, очень много у нас магазинов дисконтов, где можно пойти и купить что-то, ну, в межсезонье, скажем так. Если верить в ЦИОМ, без походов в дисконты, базовый набор школьника, куда входят одежда и канцелярия в 2023 году, обойдется в 43 тысячи 29 рублей. Однако, большинство семей вывели своеобразный лайфхак. К началу учебного года не закупаться по полной. Тогда сумму можно снизить до 23 тысяч 996 рублей. Даша и Кира к школе купили практически все. Осталось добрать пару вещей, на всякий случай. Витрины магазинов радуют изобилием товаров. Рубашки, брюки, юбки и платья на любой вкус и цвет. Если есть цель сэкономить пару тысяч рублей, то это вполне реально. Минимальный набор для мальчика – это брюки и две рубашки. Одна праздничная, одна на каждый день. В среднем обойдется родителям в 3,5 тысячи рублей. Наверное, от прошлого года это плюс-минус 400 рублей. Для девочек такой же комплект обойдется чуть дороже – 5 тысяч рублей. Если говорить о трендах в одежде, то они есть и у детей. Во многих школах форма меняется каждый год. Но даже если и нет, ребенок все равно хочет выглядеть по-другому, прикупить что-то новое и красивое. Родители ищут компромисс. Должно быть не только красиво, но и комфортно. У мальчиков в этом году очень популярны штаны на резинке. То есть никакой молнии, никакой застежки. Очень удобно носится. Дети первых классов просто в восторге. На верхней, если части говорить, гардероба для мальчиков – это рубашки вместо классических пуговиц – кнопки. У девочек рюшки и кружевы – это, к сожалению, первый-второй класс. Девочки, которые постарше, все-таки выбирают более лаконичный образ. Например, блузки, рубашки. Юбки уже не так популярны. Тут девочки выбирают брюки. Но на школьных тратах можно сэкономить, если знать законы своего региона. Местные власти оказывают помощь некоторым категориям семей. Например, многодетным семьям в Подмосковье выплачивают по 3 тысячи рублей раз в год на приобретение школьной формы на каждого ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok